Главу города несколько школьников встречают фойе. У каждого из них есть свой интересный и полезный досуг. Кто-то занимается искусством, музыкой, некоторые уже проявили себя в спорте. Многочисленные кубки, грамоты и медали на стендах – тому подтверждение. Нам надо поработать с теми, кто себя не нашел, и дать возможность ненавязчиво, чтобы они все-таки выбрали для себя такое любимое занятие и этим занимались. Это самое главное, что нужно сделать в нашем городе. Возможности есть, колоссальные. Нет, наверное, такого города, который бы мог такое все предоставить. Так, да? Вы чем занимаетесь? Плаваем. Настолько молодцы. В Сочи создана уникальная материально-техническая база – 23 тысячи мест в спортивных школах, столько же в учреждениях культуры и образования. Но при всем этом пока еще и занятость детей на курорте не стопроцентная. Мы идем уверенно к тому, чтобы каждый ребенок был занят. С теми детьми, которые не нашли себя, которые не хотят заниматься, есть и такие в дополнительном образовании. Мы ведем индивидуальную работу. Каждый классный руководитель, педагог-психолог заинтересован в том, чтобы дети нашли себя. Существуют предложения. Работаем с родителями. Привлекаем наш центр педагогической диагностики и консультирования. В подходящий для себя досуг пока не нашли около тысячи ребят. Помочь им в этом могут сверстники, родители и учителя. Именно они, отмечает Анатолий Пахомов, способны подсказать ребенку, в какой области он сможет развить свои качества. Можно сказать, что с него бы неплохой получился боксер, либо с него бы неплохой получился легкоатлет, либо у него есть наклонности к пению. И возродят в этом молодом человеке или в ребенке как раз надежду в том, что он действительно... Я уверен в том, что каждый из нас что-то может лучше делать. Главное, не нашлось того, кто ему скажет об этом. Но, как подчеркнул мэр во время встречи с учителями, важно не только найти, но и постараться удержать ребенка в секции. Для этого в каждом образовательном учреждении введена практика фиксирования посещения кружков в дневнике, пока она не везде соблюдается. Нам нужно время, чтобы и родителей сегодня подготовить. Вот у меня 23 числа в субботу будет собрание общешкольное, родительское. Я буду там об этом еще говорить. Я честно скажу, мы сказали детям, пожалуйста, впишите в дневничок. Ну, кто-то, значит, не записал. Но мы добьемся все равно этого. Анатолий Пахомов зашел в несколько классов, пообщался с учениками начальной школы и старшеклассниками. Как оказалось, из тысячи учеников 13-й школы только около 25 детей не занимаются дополнительным образованием. Каждым из них теперь займутся тренеры спортшкол и педагоги культурных и образовательных учреждений для того, чтобы как можно скорее привлечь их к занятиям в кружках или секциях. Такую же работу проведут руководители и других школ-курорта.